Микс Ньюс. Сегодня у нас по связи, по интернет-связи, по ЗУМ, глава консультативного центра государственной трудовой инспекции ДАЦИ Стывриня. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомним, телефоны прямого эфира 672 12 93 9, 672 13 93 9. Также можете писать нам по WhatsApp 2 300 6191. Ну, госпожа Тывриня, мы знаем, что во время коронавируса сильно увеличилось количество звонков и количество консультаций, которые просят как работодатели, так и работники у трудовой инспекции. Могли бы вы рассказать, какие запросы наиболее популярны в связи с заслужившейся ситуацией? Ну, наиболее популярные вопросы связаны с дополнениями изменений к трудовому договору, касаются которые рабочего времени и заработной платы. Также вопросы по поводу своевременной невыплаты заработной платы или задержки выплаты заработной платы. Также по увольнению чаще всего работодатель предлагал обоюдное согласие, хотя по факту должно было быть уменьшение численности работников с выплатой пособия. И дальше уже актуальные вопросы согласно специальному регулированию были пособия по простою. Как бы вот такие вопросы. А скажите, пожалуйста, наверное, одна из самых главных проблем, которые волнуют как работодателей, так и работников. Вот в случае вот этой тяжелой ситуации, когда, например, предприятие оказывается в тяжелой финансовой ситуации, что выгоднее, уволить работников или вот какие-то найти другие формы? Вот обращаются ли к вам с просьбой проконсультировать? В какой форме, чтобы это было выгодно и работнику, и работодателю найти вот эту формулу? Я понимаю, что многие работодатели не хотят терять окончательно работников, они хотят их оставить, может быть, но... Но при этом пособия по простою не настолько выгодны, как пособия по безработице. Да, похожие вопросы как бы задавались и со стороны работников, и со стороны работодателей. Но тут как бы главное, что мы консультируем по требованиям норм закона, какие варианты есть возможные. Дальше выбор все-таки стоит за работодателем и работником. Конечно, выгоднее всего как бы все-таки продолжать трудовые отношения, и увольнение — это уже крайняя мера, да. И это как бы мы всегда, как бы работодателю рекомендовали просмотреть все возможные варианты. Возможно, пока как бы решать вопрос по уменьшению часов рабочих по трудовому договору. И если эта ситуация не спасает, тогда уже только решать вопрос по расторжению трудовых отношений. То есть это самая последняя, крайняя мера? Это, конечно, самая последняя, крайняя мера, так как все-таки надо понимать, что эта ситуация когда-то закончится, и надо будет возобновлять деятельность предприятия. И как бы труднее все-таки начинать все с нуля и принимать новых работников, которые опять как бы обучаются и смотреть, чтобы они качественно выполняли свою работу, чем все-таки сохранить уже предыдущих работников, у которых есть, соответственно, квалификации, навыки. И как бы уже долгое время работают у работодателя. Но это с точки зрения работодателя выгоднее сохранить отношения. А с точки зрения работника, ведь, да, я уже упомянул, что пособия по простой, они зачастую несравнимы с пособием по безработице, которое можно получать там 2-4 месяца, по крайней мере, это точно выгоднее. И получается работнику, наверное, с точки зрения финансов выгоднее, чтобы его уволили. Не всегда. Каждый работник все-таки думает, может быть, не сегодняшним днем, а как бы завтрашним днем. И он понимает, что пособие тоже как бы будет выплачиваться какой-то конкретный период. И как только ситуация восстановится, ну, в нормальном режиме все-таки ему надо будет или искать новую работу, а если у него есть все-таки уже постоянная стабильная работа, значит, он продолжает уже работать. Да, у нас еще одна такая важная тема, связанная с трудом и с работой, это безопасность работников. Мы знаем, что сильно изменились требования к безопасности для работников любой сферы. И они, конечно, связаны и с требованиями Министерства здравоохранения, дистанция, средства личной защиты и так далее. Часто ли работники жалуются на недостаточную защиту, предоставляемую на рабочем месте? С самого начала, когда началась только чрезвычайная ситуация, да, такие как бы поступали вопросы и жалобы, но сейчас как бы ситуация поменялась, и работодатели понимают, что нужно все-таки решать вопрос, чтобы работникам по мере возможностей меньше был этот риск заболеть COVID-19, да, как бы из-за этого как бы все-таки должны как бы качественно применяться всякие как бы мероприятия по охране труда и чтобы пособствовать, чтобы у работника была здоровая среда как бы труда, чтобы он лишний раз себя как бы не подчинял этому риску. Как вы говорили, отдельные индивидуальные средства защиты, да, как бы маски, также как бы дезинфекция поверхности помещения, и также обработка, ну, мыть руки средствами дезинфекции, соблюдать хигиену, как бы дальше как бы всегда, как бы если мы говорим о торговле и таких рабочих местах, где существует, принимают клиентов, да, то, конечно, такие защитные как бы щиты, которые тоже позволяют как бы дистанции соблюдать, чтобы не было пеша контакта. Ну да, прямого контакта. А скажите, пожалуйста, кто платит тогда за вот эти маски? Может ли работодатель обязать сказать работникам, ну, тогда сами покупайте маски, покупайте вот эти дезинфицирующие средства? Так как охрана труда – это ответственность работодателя, значит, работодатель оценивает риски, которые существуют в рабочей среде, выявляет необходимые мероприятия. Если мероприятия связаны с конкретными приобретениями индивидуальных средств защиты, дезинфекции, как бы всякие средства, значит, работодатель и обязан обеспечить работников всеми этими мероприятиями и средствами, которые истекают из мероприятий. А трудовая инспекция проверяет, ну, то есть мы знаем, что одна из функций – это вот проверка условий труда вот сейчас в рамках COVID-19. Трудовая инспекция насколько активно проверяет то, насколько защищены работники от COVID-19? При проверке, конечно, как всегда, когда мы идем, проверяем охрану труда, и также ничего не менялось. Также мы смотрим отдельно, оценил ли работодатель риск заболеть с COVID-19 с этим возможным как бы контактом, и какие предусмотрены мероприятия, и соблюдает ли работодатель предусмотренные мероприятия. Конечно. И по вашей оценке, насколько хорошо работодатели подошли к этому вопросу? Ну, то есть, не знаю, из ста проверок, сколько вы нашли нарушителей, или, может быть, все были допроворядочными? Конкретной такой статистики я вам не могу назвать, да? Ну, а так, ну, примерно, вот вы могли бы оценить работодателей Латвии как таких законопослушных людей, или все-таки стараются как-то вывернуться? Ну, все-таки работодатели стараются соблюдать нормы охраны труда меньше или больше, да? Это другой вопрос. Но как бы, чтобы так было, что совсем ничего не старались делать, по мере финансовых средств, конечно, стараются все-таки соблюдать. Есть некоторые вот сферы деятельности, где очень сложно соблюдать вот эти меры безопасности. Я вот, ну, сегодня просто у нас будет один из гостей, кинооператор, который расскажет о ситуации, вот о съемках, ну, о том, когда можно будет снимать кино в Латвии. Я знаю, что в Великобритании очень вот эти жесткие меры безопасности, они пока блокируют все возможности съемки фильмов, потому что актеры не могут подойти друг к другу ближе, чем на два метра должны быть. Ну, то есть, это все делает бессмысленным попытки снимать кино, и уже шутят, что, ну, даже вот если должна быть сцена поцелуя, это, ну, ну, просто физический контакт невозможен, пока вот не закончится эта чрезвычайная ситуация. Вот как в этих, получается, что это пока полностью сфера, которая закрыта для продолжения деятельности? Не сказала бы так. Фактически, если мы смотрим приказ по чрезвычайной ситуации, там есть ограничения, что эти два метра могут не соблюдаться при выполнении работы, да. Так что, если специфика такая, значит, как бы, есть все-таки какие-то варианты, когда возможно отступление вот от этих двух метров, которые предусмотрены в конкретном этом приказе. У нас телефонный звонок, давайте его выслушаем. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот из вашей речи совершенно непонятно, какая экономическая ситуация складывается в Латвии. Ну, хотя бы вы несколько цифр назвали. Например... Спасибо, извините, но наши гости не связаны с экономикой Латвии, по крайней мере, напрямую. Напомню, у нас на связи глава консультативного центра государственной трудовой инспекции Датса Стывриня, поэтому, если у вас есть вопросы по условиям труда и так далее, ну, вот еще один звонок, попробуем его. Здравствуйте. Да, Датса, я предприниматель, хочу вас поправить. По поводу того, что предприниматель обязан оценивать риски и, в кавычках, он должен обеспечивать бесплатными средствами защиты. Бесплатно в этой стране не бывает ничего. Это бесплатно возлагается либо на клиента, который это бесплатно оплачивает, либо в конечном итоге придется высчитывать сработника. Других вариантов не существует. Поэтому, ну, будем более объективными. То есть у нас есть дополнительная нагрузка, нам нет помощи от государства, а нам приходится из своих денег платить. Нам никто бесплатно ничего не дает. Спасибо. Ну, вот такой комментарий. Не знаю, как вы можете отреагировать. Ну, если мы говорим по охране труда, то всегда индивидуальные средства защиты был обязан приобрести работодатель, конечно, из своих финансовых средств. Поэтому вопросу ничего не менялось. Так что то, что связано с выполнением работы, работодатель, если он предусмотрел применение конкретных индивидуальных средств защиты, значит, он обязан из своих финансовых средств приобрести и предоставить их работнику для выполнения работы. Да, вот еще такая ситуация, которая бы немножко затронули вопрос увольнения и завершения рабочих отношений в эпоху ковид. Но мы понимаем, что по разным причинам могут случаться увольнения, и они могут быть и не связаны, несмотря на то, что коронавирус вроде проник во все сферы жизни, но они могут быть и не связаны с этим, а просто там работник плохо выполнял свои обязанности. Насколько, что должен потребовать работник у своего работодателя, чтобы удостовериться в том, что действительно это не выполнение каких-то трудовых обязательств, а не просто работодатель пытается как-то расчистить свою статью расходов, если можно так выразиться. Вот спорная ситуация, да. Ну, в первую очередь, когда работник заключает трудовые отношения, у него в трудовом договоре или в должностной инструкции строго указаны выполняемые обязанности по работе, да, также рабочее время, и понятно, как бы, чем он обязан заниматься. И, как бы, эти обязанности должны выполняться. Если некачественно выполняется, в первую очередь, конечно, должен быть составленный какой-то документ, констатирующий факт, что действительно работа произведена некачественно, это всё-таки документ нужен составляться хотя бы при двух свидетелях, где этот факт фиксирован, тогда, конечно, как бы брать уже пояснительное и с работника, и, может быть, его как бы начальника, который конкретно, ну, напрямую как бы его контролирует, потому что бывают всё-таки ступеньки контролирования. Есть работник, у него есть конкретно по его отделу ответственный как бы начальник, который его работу обязан контролировать, и уже дальше, уже вышестоящий, как бы, идёт до работодателя. И тогда уже оценивается это возможное невыполнение обязанностей труда. Не всегда на первый раз применяется сразу мера по увольнению. Работодатель имеет право оценить объективно его предыдущую выполняемую работу. Если предыдущей всё было как бы в порядке, выйти на замечание, как бы пьезо им райенс высказать для первого раза. А если, ну, я генерирую ситуацию, предполагаю, что такое вполне могло произойти. Работодатель, ему сейчас невыгодно такое количество работников, он понимает, что уменьшились объёмы выполняемой работы, объёмы бизнеса, ему нужно разгрузить зарплатную ведомость. И действительно работник ошибается, не выполняет или выполняет некачественно свою работу. Но это первый случай, как бы, в его карьере. Но, тем не менее, работодатель пользуется этим случаем и увольняет работника, как бы, по букве закона он прав, по духу закона он не прав. У работников есть какие-то права в этом случае? Или всё-таки, ну, если юридически, то юридически никаких ни вправо, ни влево? У работников всегда, когда он увольняется, если работник не согласен причинами увольнения, то его право всегда в течение месяца обратиться в суд и опротестовать законность увольнения. Суд уже оценивает все обстоятельства, может, как бы, позвать свидетелями, может быть, с других работников, да, чтобы объективно всё-таки разрешить этот вопрос и принять постановление. То есть, если работодатель иногда даже, может быть, придираться на, ну, создавать нарочно конфликтную какую-то ситуацию для того, чтобы уволить работника, работник может быть уверен, что он может обратиться к вам, ну, в суд обратиться, и таким образом можно оспорить. Да. А в таком случае, ну, это, да, уже не только связано с ковидом, ну, просто, тоже любопытно. В таком случае работника возвращают обратно в коллектив насильно или работодатель должен выплатить какую-то компенсацию, или это индивидуально и зависит от случая? Ну, как бы, разные ситуации, и также, как бы, смотрится объём, как бы, иска в суд. Работник может опротестовать законность увольнения, требовать, как бы, возмещения, как бы, заработной платы за противозаконный период. И в таком случае, как бы, судом уже тогда, если работник выигрывает суд, значит, постановлением устанавливается возобновить работника на работу и компенсировать весь период, который он был противозаконно уволен. Дальше уже работника выбор, хочет ли он продолжать трудовые отношения с работодателем или нет. Они могут договориться по обоюдному согласию и разойтись, или работник даже уже своей стороны может, как бы, предупредить работодателя, что он, как бы, хочет увольняться по собственной инициативе и не продолжать трудовые отношения. Мы понимаем, да, что какой-то точной статистики, она сейчас наверняка недоступна, но если так, ну, опять-таки, умозрительно сравнивать, в эпоху пандемии такие конфликтные ситуации между работодателями и работниками, они участились или уменьшились, или не изменились? Ну, как бы, нельзя сказать, что они, как бы, уменьшились. То есть они примерно, ну, если брать статистику, что, в общем, как бы, вообще, как бы, увольнение, как бы, увеличилось, да, то, конечно, эта статистика возросла, но вопрос, насколько больше, может быть, нарушений по увольнению было, трудно сказать, так как не всегда работники обращаются и в суд, и также и в трудовую инспекцию, как бы, смиряются с тем, что трудовые отношения прекращены, идут на биржу труда, чтобы получать способия, и дальше, как бы, этот вопрос не решают, не обоспаривают, не защищают свои права. То есть в этой ситуации такая вот позиция гласности, вот чтобы придать гласности вот эти факты, когда, ну, вот конфликта, это всё-таки выгоднее именно работнику, то есть работнику не стоит молчать, не стоит закрываться, знаете, глаза, но многие, может быть, опускают руки и говорят, ну, что я могу сделать, ну, вот такой, ну, вот начальник, он хозяин. Ваша точка зрения, вот что можно в любом случае нужно пытаться отстоять свои права? Конечно, конечно, не надо молчать, и также, если человек, может быть, не уверен 100%, что там что-то нарушено, его право обратиться, как бы, в трудовую инспекцию и проконсультироваться. У нас есть консультативный телефон, и также на электронную почту может написать и изложить ситуацию, и там уже чаще всего, и, как бы, уже видно, есть что-то нарушено или нет, и дальше уже тогда, если есть, как бы, это нарушение, то обращаться уже для защиты своих прав. У нас еще один телефонный звонок, давайте мы его выслушаем. Здравствуйте. Доброе утро. Очень интересная, конечно, беседа. Хотелось узнать, есть ли у Вашей кости опыт работы в частном секторе или частного предпринимательства? Спасибо. Спасибо. Ну, вот такой вопрос. Есть ли у Вас опыт работы в частном секторе? Частично, как бы, можно сказать, что есть, да. Может быть, не настолько, как бы, объемный, но есть. Ну, видимо, я так полагаю, вопрос, его смысл состоит в том, что когда люди обращаются за консультацией в трудовую инспекцию, конечно, наверное, они ждут понимания какого-то со стороны, и я подозреваю, что с точки зрения слушателя легче понять, если ты сам бывал в такой ситуации, неважно работодателя или работника, или по Вашей практике это на самом деле не так. То есть, насколько важен личный опыт для того, чтобы помогать другим людям? Ну, в первую очередь, мой опыт связан с моей деятельностью работы, да. Как бы я и работала как инспектор, значит, я как бы видела, и довольно-таки долгий период как бы тоже присутствовал на проверках и видела, какая ситуация обстоит в государственных мероприятиях разных, да, и государственных, и на муниципальных, и коммерческих предприятиях. И, ну, конечно, этот опыт как бы тоже дает какие-то плюсы. Я понимаю, что все-таки смысл вопроса был в том, что защищает ли трудовая инспекция и позицию работодателя, потому что сейчас, возможно, ну, в этой сложной ситуации у многих работодателей стресс, они понимают, что... Да, помощи от государства не так много, как хотелось бы. Да, вот их бизнес рушится, им нужно сокращать, ну, придумывать, как попытаться минимизировать расходы, и вот они, ну, возможно, вынуждены расставаться с работниками, хотя, может быть, они бы и не хотели этого. Вот можете ли вы встать и посмотреть на этот конфликт, ну, с обеих сторон, или в основном защищают только работника трудовая инспекция? Трудовая инспекция, фактически, мы и являемся как контролирующие, надзирающие институции, да, и у нас как бы позиции нейтральные. Мы смотрим со стороны соблюдения норм закона, да, из-за этого как бы ни в одну, ни в другую сторону. Нам важно, чтобы нормы закона соблюдались и относительно со стороны работодателя, и относительно к работнику. Тут, кстати, очень в тему вопрос в WhatsApp пришел. Нам пишут, спрашивают, если человек... Теоретический вопрос уточняет наш слушатель. Если человека уволили из трудовой инспекции, и он с этим не согласен, стоит ли ему обращаться за помощью в трудовую инспекцию? Какие бывают конфликтные ситуации личностного характера? Ну, в первую очередь, в трудовой инспекции работают должностные лица, которые в основном подчиняются civil деэнастоликумс, да, и, значит, мы не можем обратиться как в трудовую инспекцию. Мы уже обращаемся высшей инстанцией, если у нас, ну, как бы противозаконное, возможно, также увольнение, да. А такие случаи бывали, если это, конечно, не секрет, или все полюбовно? Ну, на практике, насколько у меня информация, конечно, были такие ситуации, когда человек увольняется, и он не согласен с увольнением. То, что, например, вы знаете, когда был кризис, 2009 год, очень много сокращали, да, как бы работников и в государственных, структурных подразделениях, и муниципальных, и коммерческих предприятиях. И, конечно, по этим вопросам и должностные лица тоже обращались в судебные инстанции и рассматривались дела, не только, как бы. Вы сказали, что трудовая инспекция, она в первую очередь стоит на стороне закона, главное, чтобы все было по закону. По вашей практике, есть ли какие-то у нас моменты в законе, такие лагуны, где не очень четко прописаны какие-то моменты, и сложно понять, как же все-таки делать по закону? То есть, с вашей точки зрения, что можно еще улучшить в трудовом законодательстве? Какие моменты наиболее остро стоят? Ну, конечно, есть в законе такие общие нормы, которые, может быть, как сказать… Не прописаны. Ну, не прописаны, да. Тогда в данном случае надо уже смотреть судебное разбирательство, может быть, по похожим делам, в похожих ситуациях есть уже судебное постановление, значит, тогда юдикатура тоже является как бы… Ну, она должна соблюдаться наравне как бы с законом. Ну, и чаще всего, когда через судебное постановление тоже как бы уже делаются какие-то изменения и дополнения в нормах в законе о труде. Например, если мы говорим о компенсации за неспользованный отпуск, да, была как бы коррекция в норме, внесена что за весь период, да, то, что раньше как бы это строго не было написано, просто то, что полагается компенсацией за неспользованный отпуск, но как бы дополнив словами за весь период, да, значит, уже как бы этот вопрос разрешен был. Также есть и другие ситуации, когда, исходя уже из судебной практики, эти нормы как бы делается дополнение изменения в них. То есть можно сказать, что у нас такая прецедентная правовая система в трудовом законе? Не только. Есть и ситуации, когда на практике мы как бы видим, что есть проблемы по применению каких-то норм, да, что дополнительно есть необходимость ее дополнять, изменять, тогда уже как бы идет эта информация со стороны НАСК уже поступает в Министерство благосостояния, чтобы они уже решали вопрос по необходимости дополнения изменений в законе о труде. Также как бы эту информацию, если люди считают, что есть необходимость какую-то норму еще как бы дополнять, делать изменения, их тоже право инициативировать как бы изменения в законе о труде или в законе по охране труда и других нормативных актов. Я все ждал, что к нам будет дозваниваться один слушатель. Он несколько раз звонил, но не в те программы. У него был вопрос все время такой. Конфликт на работе, когда он, ну, с его слов, я понимаю, на него оказывали психологическое давление. То есть начальник его унижал каким... Ну, вот он считал, что его унижали, издевались над ним, ему как-то вот все время его упрекали в некомпетентности, хотя он выполнял свою работу правильно. И на этой почве у него случился, я понимаю, нервный срыв. И вот он, ну, ходил на работу как на каторгу, он очень... В результате я понимаю, что он потерял работу, то ли он сам ушел, то ли он заболел. И вот он спрашивал, как найти управу. Ну, то есть вот формально, казалось бы, ну, начальник не... Просто придирался к нему, то есть... Можно сказать, довел до увольнения, давайте так это сформулируем. Ну, вот используя такое психологическое давление, то есть унижая его какими-то, может быть, обзывая или сомневаясь в его компетенции. Ну, это как бы похоже на ситуацию, где как бы состоит моббинг, боссинг, такие терминологии применяются. И в таких случаях работник, когда, ну, является такая ситуация, его право, ну, как бы не ждать для того, что ситуация ухудшится по состоянию здоровья, не терпеть, как бы защищать свои права. В первую очередь он вправе на основе своей инициативы дать работодателю предупреждение о расторжении трудовых отношений согласно закону о труде сотой статьи пятой части. Это как бы является нравственной причиной, указав как бы все эти обстоятельства. И работодатель обязан как бы сразу расторгнуть трудовые отношения, срок сразу как бы, да, и обязан выплатить пособие по увольнению работнику. Если работодатель не согласен с причиной увольнения, все равно он обязан эти трудовые отношения расторгать, а дальше он уже вправе обратиться в суд, чтобы суд оценил работникам указанные причины, насколько они как бы обоснованы и достаточны, чтобы работника уволить по закону о труде сотой статьи пятой части по этим нравственным причинам. И дальше, конечно, в гражданском процессуальном распорядке его право просить там моральный какой-то ущерб, как бы компенсировать работодателю. Но ведь это, получается, если до суда дойдет, это фактически он сказал, я сказал ситуацию. То есть работодатель считает, работник считает, что его унижали, а работодатель говорит, ничего такого не было, я с ним обращался так же, как с остальными. Ну, в данном случае очень важно, что все-таки, когда состоит это возможный моббинг или боссинг со стороны работодателя, тогда это чаще всего и наблюдают другие работники. Из-за этого очень важно, чтобы его коллеги не молчали по конкретной ситуации, и они могли бы тоже подтвердить конкретный факт, так как возможно, что его коллеги тоже состоит в похожей ситуации. Скажите, если работник, например, запишет такой разговор на телефон, будет ли это использоваться как доказательство в суде, если он записывает, может быть, тайно, не предупредив об этом своего начальника? Это как бы косвенное доказательство, так как на телефоне не видно, кто разговаривает, как бы не идентифицируются лица, не называются имена, фамилии, ничего. Из-за этого это как бы косвенное доказательство. Должны быть конкретные доказуемые факты, может быть, через какие-то документы даже иногда как бы можно проследить, что за некоторые мелочи требовали пояснительные, да? Например, у других работников за похожие мелочи не требовали пояснительные. Как бы... У нас очень много телефонных звонков, мы, наверное, еще один, может быть, два успеем принять. Здравствуйте. Доброе утро. У меня конкретный вопрос, имеющий отношение к скорому Лигову. Имеет ли право работодатель, ситуация какая, у нас пять выходных дней будет, работодатель имеет ли право выводить в понедельник, сделав нерабочее 13 число? Если имеет на это право, то, может быть, какие-то большие выплаты, то есть, в полтора раза больше, как за праздничный день. Или все-таки он имеет право, как говорится, наплевав на государственные праздники, все-таки вывести в этот день и в субботу не заставить отрабатывать. Спасибо. Ну, насколько я знаю, в этом году у нас 22 является официально рабочим днем, а перенос на 13 только для госучреждений. Ну да, в любом случае, работодатель, насколько вольно он может обращаться вот с такими перенесенными днями? Да, вы правильно указали, что перенос рабочих дней с 22 на 13 июня это обязательно государственным и муниципальным предприятиям, другим коммерческим предприятиям, это только рекомендации. Может ли себе позволить коммерсант перенос этих дней, решает коммерсант. Но в данном случае надо понимать, если работники не будут работать из простого коммерческого предприятия 13 числа, но они просто будут работать с 22, 22 все равно это как бы в классическом виде это был бы переносный рабочий день. В любом случае он как бы рабочий день. Число рабочих часов, число оплачиваемых рабочих дней в конкретном месяце в связи с этим переносом как бы не меняется. Другое дело, что если работодатель запланировал работу, что работники обязаны выйти на работу в праздничный день, это, например, 23 или 24, значит, тогда, если работники работают в праздничный день, значит, их право получить доплату за работу в конкретных праздничный день в стопроцентном размере от установленной дневной или почасовой тарифной ставки или договориться о другом выходном дне оплачиваемом. Да, но это именно в случае праздничных дней, а в случае вот этих перенесенных как 22, 13, там никакой удвоенной ставки, там обычная рабочая дневная. Нет, простая ставка, да. Еще один вопрос, который хотелось обсудить, я, честно говоря, не знаю, насколько он актуален по Латвии, потому что разные есть данные, дискриминация по гендерному признаку, что женщины в целом в мире женщины получают меньше, чем мужчины, зарплату, это известный факт, насколько эта проблема актуальна для Латвии и обращаются ли вот работники женщины с такими жалобами в трудовую инспекцию? На последнее время таких жалоб давно не было. То есть Латвия в этом плане равноправная сторона? Ну, если мы говорим со стороны судебных разбирательств, то несколько лет назад были похожие дела, да, в последнее время и по судебным разбирательствам тоже ничего не слышно на похожие как бы дела. Может быть, опять же, работники просто не обращаются для защиты своих прав, молчат, да. Но ведь работники имеют право узнать, какая зарплата у их коллег для того, чтобы сравнить. Ну, конкретно поименно не имеет права, да. Это уже можно считать как персоанс дату, как бы... Разглашение личной даты. Персоанс даты, да, защита. Каждый работник, если его коллега скажет, сколько у него зарплата, это его, так бы, добровольный выбор. Но так, в общем, как бы, есть всегда штатские расписания или какие-то документы, где по должностям указаны вот эти заработные платы, и из того документа уже работник может ознакомиться, да. И если он видит, что там есть какое-то различие, тогда его право, конечно, обращаться в первую очередь к работодателю с просьбой пояснить, почему у него по такой же должности заработная плата отличается от установленной по этому документу. Еще один телефон из-за ног, наверное, уже последний мы примем. Здравствуйте. Доброе утро. Там несколько раз прозвучало пособие по увольнению, выходное пособие. Я хотел узнать, почему вот в госучреждениях часто выходное пособие не соответствует трудовому законодательству, и оно очень щедрое. То есть намного больше, чем предусмотрено трудовым законодательством. Спасибо. Спасибо. Ну вот, слушатели считают, что в госучреждениях пособие по выходному дню, оно намного больше, чем законодательством предусмотрено. Так ли это может или вы согласиться, или опровергнуть? Ну, в первую очередь, если мы говорим о государственных учреждениях, есть специальные нормативные акты отдельные, например, ВАЛС ЦВЛДНС ЛИКУМС, это отдельные, к которым не относятся ДАРБЛИКУМА НОРМАС. Также есть ВАЛС ЦВЛДНС, институции, АТЛИДЗИБС ЛИКУМС, которые нормы немножко разные. Потому как бы надо смотреть, может быть, это истекает из какой-то специальной нормы. Трудно сказать, потому что если мы говорим по специальному нормативному акту ВАЛС ЦВЛДНС ЛИКУМС, там, конечно, есть предусмотрено еще другого вида пособий, которые не предусмотрены в законе о труде. Вот следующий час у нас будет посвящен, как занять детей летом, и, может быть, перебрасываю уже мостик вот в этот час. Подростки, как их защищает закон? Могут ли они устраиваться на работу? На каких условиях? Вот буквально в нескольких словах вы могли бы пояснить? Ну, в первую очередь, как бы, на работу можно устраиваться в любой период. Просто в данном случае надо понимать, если это школьный период, то в любом случае, как бы, если, ну, как бы, ребенок еще считается не подростком, а ребенком, он, например, не закончил еще 9 классов, нету основного образования, то он по закону о труде будет считаться ребенком. И у него рабочее время — это не более 4 часов в день, не более 20 часов в неделю. Если он работает во время учебного периода, то, как бы, тут надо смотреть, отбирать часы, которые он проводит за учебой, и сколько он остаток может, как бы, дополнительно еще работать часы. Если он уже является подростком, да, уже основное, как бы, образование получил, 9 классов закончилось, то он уже может работать 7 часов в день, и это уже получается 35 часов в неделю. В любом случае, как бы, заключается также трудовой договор. Трудовой договор подписания рекомендуется, чтобы присутствовали и также родители, да. Если мы говорим о трудоустройстве работника, ребенка, то обязательно должно быть письменное согласие со стороны хотя бы одного родителя, что они, как бы, не возражают, что их ребенок будет работать на конкретном предприятии, выполнять конкретные работы. И также надо смотреть, чтобы выполняемая работа, как бы... Не была слишком тяжелой? Чтобы она, как бы... Не влияла на состояние здоровья ребенка и на его, как бы, дрожь и его. То есть, условно говоря, нельзя работать, там, на химических заводах с опасными отходами. Да, есть отдельные списки работ, где указано, что ни в коем случае нельзя даже, и чтобы подросток такие работы выполнял, да. Так что... И также, когда трудовые отношения уже оформляются, предподписание трудового договора, который подписывают и его родители, и ребенок может тоже подписать, как бы, работодатель обязан ознакомить родителей и ребенка, ему в понятном языке, какие риски существуют в его работе, что он должен соблюдать, чтобы безопасно выполнял конкретную, как бы, работу. Спасибо, что действительно перебросили мой стих на следующий час. В первом части у нас было интервью с главой консультативного центра Государственной трудовой инспекции ДАЦ и Стыврени. Спасибо вам.